второй завтрак надо будет назвать ролик завтрак на траве помните фильм был классный детский у него хоть аппетит блин появился ребята вообще класс даже сам просит час 2 завтрак сам на против без насилия а тут а знаете все эти дни щипнет щипнет это видать уже это антибиотик начинает действовать и немножечко форму но конечно зашибись кости потом шарик ну кто тебя шуганул ой чё что так быстро скушал то господи чё уже всю пачку съел так быстро можем и на ты же вроде уже доедай доедай хорошо доедай тут эту как бы не сглазить надо не почаще теперь давать вот ты умничка какой молодец прямо на эту нати на худую корову похож сзади вид сверху харитош харитошинка на затей на запей 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 ему когда воду просто ставим вот этом бульон даже он все равно не с такой охотой не надо чтобы он пил а вот эта водичка разбавленное молоко теплой он пьет и пусть пьет пусть хоть что пьет лишь бы пьет ну все теперь отдыхать отдыхать молодец ой ты мой умничка и мой золотой лера ну играйте где-нибудь подальше вы его так харитона ругода пугаете ругается посмотрите все сюда сбежались мама сюда пришла эти все сбежались морфуты все сюда хорошо что еще все остальные закрытые да вот харитошинка ляжет нас даты из моего вот золотой харитошка сейчас я обойду и мы сладенького лицо в тени плохо видно митька смотрите подружите с харитоном господи что что-то камила камила моя лапочка и красавица красотка же красотка моя лапушка подожди моя лапушка молодцы молодец молодец смотрите какая общительная оказалась их надо будет куда-то вместе поместить но потом поселять так же вдвоем вдвоем в один вагончик кому-то я подумаю кому и когда этот харитоша окрепнет до их еще надо будет свозить когда у него этот еще под привыкнет чуть-чуть и подокрепнет потому что ему сейчас лишние стрессы не нужны кстати птичках вот этих всех от переносок или вот ловушек все чем я пыталась его поймать я уже про сачки не говорю он их дико боится я просто даже с ним иду вот в руках у меня вот это есть казалось бы если это незнакомый предмет и это просто мимо проходишь он же не должен бояться да вот вечером я собираю я иду с переноской за робби робби потому что вагончик он всегда в переноске возвращается помните да у него там травма какая-то кость видать поломано там ребро или что-то оно давит ему в этот на руки как всех взять мы не можем он не дает в руки брат брать его нельзя он не дается и поэтому робби приходится заносить переноски он туда заходит с уговорами но иногда сам забегает на по уговоре дуй дуй ну оставьте харитону блин взяли все запоганили теперь надо менять сейчас туда своих этих микробов нацепляет он и так слабенький не это а то бишь о чем я и вот я с этой переноской иду чтобы робби забрать из дома он просто видит руках переноску он ее как огня боится шарахаться все бежит прямо вот сюда в конец огорода вот к этой дверце я вот думаю что ж такое-то и когда его поднимаю я на руки полностью то есть обе обе блядь мало ой господи боже мой шушь я несу все четыре лапа когда у него от земли отрываются вот у него тоже паника такая начинается и откуда силы только берутся он выкорябывается выпрыгивает и прямо начинает убегать вот так он реагирует как-то это может быть и связано с чем-то перед этим случившимся а может быть если честно и не связано например его думаю некоторых своих котиках вот те которые дикие в руки не даются это не с детства они знают меня они видят как другие ластятся они видят как других на руках ну в общем много лет они не видят ничего плохого и между тем все равно не даются уроки марфуша например то я поэтому так всегда боюсь переживаю слежу чтобы не переживаю чтобы они не заболели не дай бог но в этом случае мне повезло у них такой чтобы не сглазить у них очень сильный иммунитет и даже когда бывают все болеют вот они не болеют спасибо верочки что она их наградила такими генами с таким хорошим иммунитетом но я все равно как бы за ними наблюдаю если что даже вот я не представляю каким мерам придется прибегать если бы например у нас на участке было бы абсолютно ровная такая знаете гладкая без выемок у нас тут пересеченка видите бугры и ямы в пуклости и выпуклости и поэтому когда я орудую сачком они через вот эту вот выемку которая есть они убегают невозможно прижать если было бы абсолютно ровная поверхность то сачком можно было бы а тут то предметы мешают прижать то просто даже сама земля ее неровность не позволяет сачком выловить а когда надо все взвешивать тщательно когда ты такие действия предпринимаешь ты понимаешь что ты пугаешь этого котика который вылавливаешь настолько что он может либо совсем уйти с участка и больше не вернуться либо довольно долго не появляться на нем и надо будет заново опять ходить к нему в доверие поэтому тут очень много приходится взвешивать пока с харитоном поскольку он вот такой вот как бы сложный очень боится переноски а значит он ее знает потому что вот я ходила с тазом мимо проходила с ведрами он как-то на них не реагирует а на переноску прям реагирует как вот он точно знает ну казалось бы да что-то похожее приблизительного объема пластиковая в руке но он это не боится а переноску прям боится как огня прям парадокс можно подумать что у него прямо такое зрение художника он запоминает мои малейшие нюансы и понимает что этот дверца там решеточка форма ну не могу в общем объяснить вот боится именно ее и все но пока что лежит слава богу уже два раза позавтракал молодец я пока что по поводу харитона спокойно могу дальше идти у меня порадовал прям сегодня утром сам запросил второй завтрак молодец все не обижайте его на знакомство он настроен мальчик контактный ко всем видите при прибегал целоваться так что пока все идет как надо как там сильный самый обаятельно привлекательная все идет как надо видите он задними лапками уже амплитуда движений задних лапок гораздо больше раньше он ходил как будто у него такая буква а и он полностью подтягивал весь таз чтобы шагнуть им надо было повернуть весь таз а теперь у него прям как будто шарниры заработали задних лапок жарковато стало на солнышке эти под лавочку перебрался это вот за эти дни а место под лавочкой это стало местом харитона и вот тут вот он еще два дня под деревом когда солнышко нужно я посмотрела прогноз погоды пока вот такие теплые дни прямо стоят не буду даже его тревожить попытаюсь влезть к нему в доверие какая коварная ну все вот по харитошке а потом я в город из поселка выйду попытаюсь все это загрузить так что пока даже на комментарии не то что там ответить ей никогда по-человечески ты до этого не могла особо за нехватки времени а здесь даже и лайки не знаю суммею или нет поставить мне бы вот это успеть загрузить так то когда ты работаешь и это параллельно делаешь пока там грузится ты что-то делаешь а здесь ты выйдешь и там бездельничаешь пока это все дело грузится потому что если это не дозагрузится и ты возвращаешься сюда то уже это не загрузится никогда пока перед интернета не дорвешься то как-то знаете на чердаке так плавающим вариантом появлялась вот сейчас бах так появилась я подержала и один коротенький шот смогла записать под музыку и все я даже не знаю как это работает я залезла туда под чердак там чуть-чуть и но так понимаю как-то то ли это мелодия сама подзагрузилась или что не могу понять спустилась и сняла и потом нажала загрузить опять поднялась опять руку вытянула вверх попрыгала попрыгала вроде получилось потом посмотрю проверю а так там тоже такой плавающий вариант чтобы уже наверняка привет лолочка моя маленькая чтобы уже наверняка загрузить надо из поселка в общем выезжать выходить когда станет такие вот у нас дела я не знаю не собираются вообще исправлять это ну что ты ну что ты мамка дуб ты полезла опять как всегда давай порви меня на на части на мелкие ленточки он поздоровайся лучше вот ведь они тут вот обитают этом маленьком сарае молодцы хоть здесь нашли убежище все из дырявили мы чтобы входные везде были куда ты там собаки зайди назад камила еще не привыкла к ней до целью и потягушки все пойдемте посуду соберем и пойдемте все вы здесь остаетесь